Кыргызстан С поздравительным словом обратился президент Кыргызской республики Саранбай Джейнбеков. В своем выступлении он отметил, что независимость страны – это святая ценность для каждого гражданина Кыргызстана. Независимость страны для нас – великая ценность, свято защищаемая каждым из нас. Кыргызстан – наша страна, где свобода личности, экономическая и политическая свобода человека превыше всего. Мы вместе построим общество, где комфортно жить, трудиться и воспитывать детей. Мы должны осознавать, что будущее страны и наших детей зависит от каждого из нас. Вклад каждого гражданина весьма ценен и значим для государства. Единство всех кыргызстанцев, межритинское согласие в общество, чувство общей причастности к судьбе страны – залог нашего успеха. Уважаемые друзья, мы дорожим дружескими отношениями с соседними странами. Будем развивать конструктивное политико-экономическое сотрудничество со всеми партнерами по интеграционным объединениям, как Евразия, ОДГБ, ШОС, СНГ. Сегодня, свято соблюдая национальные интересы страны, будем углублять дипломатические отношения как со странами Запада, так и со странами Востока. Дорогие соотечественники, для достижения наших целей необходим мир в стране, стабильность в обществе, дружба между народами. Наша страна одна, наши будущие общие, наши цели едины. Мы вместе добьемся успехов и больших целей. К Дню независимости Кыргызстана мэрия столицы подготовила праздничную программу, которая состоит из дневной и вечерней частей. Празднование Дня независимости закончится на Центральной площади Аллато масштабным фейерверком. Народный писатель Кыргызской республики Бехсултан Джакиев подчеркнул, что День независимости имеет особое значение по сравнению с другими праздниками. Мы должны научиться уметь ценить значение праздника независимости. Есть другие праздники, каждый праздник имеет свое значение, но это праздник День независимости особый. Если мы правильно оценим, тогда мы свой долг поймем правильно, и жизнь наша будет лучше, чем сегодня, завтра лучше, послезавтра еще лучше будет. Я еще раз поздравляю всех с праздником. День независимости каждый отмечает по-своему. Призеры азиатских игр отмечают, что их медали, завоеванные на играх, это лучший подарок ко Дню независимости. По словам Каныбека Османа Лиева, 21 медаль – это очень хороший показатель. Наши девочки, наши парни, наши спортсмены, тренеры в данный момент вернулись с азиатских игр, но там еще 4-5 видов спорта осталось. Но 21 медаль – это считается очень хорошим выступлением. Значит, я думаю, наши спортсмены подарили для кыргызского народа на сегодняшний день, на большой праздник Дня независимости. И вот поэтому я всех еще раз поздравляю, крепкого-крепкого здоровья и единства. В этот день все друг друга поздравляют с этим значимым для каждого кыргызстанца праздником. Также свои поздравления выразили представители общественности Кыргызстана. От имени Ассамблеи народа Кыргызстана, от всей души поздравляю всех кыргызстанцев. Это для нас самый значимый праздник. Очень хорошо, что погода прекрасная. И программа концерта тоже. За час все регионы были охвачены концертной программой. И настроение людей прекрасное. Я бы хотел поздравить сегодня с главным праздником страны, всех своих соотечественников, народ Кыргызстана. Вот, вы представляете, вот каждый год День независимости, вот такое открытое небо, чистое небо. Я бы хотел, чтобы над Кыргызстаном всегда, везде были вот такое вот чистое небо. От всей души поздравляю всех с главным праздником страны. Желаю, чтобы наш Кыргызстан свел, чтобы было международное согласие, чтобы было единство народа Кыргызстана. И чтобы мы вошли в одну из самых, будем говорить, стабильных государств в мире. Кыргызстан обрел независимость в 1991 году. Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, проведя на посту 15 лет, был свергнут за развитие семейно-клановой коррупции в правительстве. Следующим пост президента занял Курманбек Бакиев, который в 2010 году, по той же причине, что и Акаев, был свергнут и бежал из страны. После революции в 2010 году Временное правительство Кыргызстана возглавило Роза Атунбаева, а затем была избрана главой правительства. Через год она передала пост Алмазбеку Атунбаеву. 15 октября 2017 года в должность президента Кыргызской республики вступил Сорунбай Джейнбеков. Согласно первой статье Конституции, Кыргызская республика является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным государством. Кыргызская республика